МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Ирина. Координатор поисково-спасательного отряда СОВА Герман Сергеевич Воинов. Здравствуйте, Герман. Добрый день. И старший координатор поисково-спасательного отряда СОВА Инна Ивановна Кравчик. Инна, добрый день. Здравствуйте. В конце 2018 года на общественном совете ОМГД России по Тверской области заслушивался вопрос о работе волонтерских движений. И там как раз Инна, мы с вами встречались. Рассматривался вопрос о работе поисково-спасательного отряда СОВА. Выступали сотрудники уголовного розыска. В целом было отмечено, что работа очень важна, очень нужна для нашего региона. Даже были вы поощрены почётными грамотами от главы Тверской полиции. А 21 января уже 2019 года состоялась встреча губернатора Тверской области Игоря Рудыни с представителями поисково-спасательного отряда СОВА, где обсуждались вопросы сотрудничества регионального правительства и волонтёрской организации. Ребят, вообще несколько слов об этой встрече. Кто был её инициатором, что обсуждалось и на чём, как говорится, сердце успокоилось? Кто начнётся? Ну, инициаторов, скажем так, не было прям выделенных, поэтому было общесовместное то, что эта встреча нужна. И на ней поднимали тему о том, что нам необходимо для того, чтобы более эффективно осуществлять свою деятельность. Мы рассказали о том, что нам необходимо и какую поддержку мы хотим увидеть от правительства. Встреча, то есть, итогов пока назвать нельзя, но нас услышали. Встреча прошла довольно в таком дружественном режиме и обсудили то, что нам нужно, и обещали нам помочь с транспортом, с освещением о нашем отряде, поэтому будем ждать. То есть, я поняла, что, как вы сказали, обещались помочь с транспортом, значит, это то, чего не хватает. Вообще, чего сейчас больше всего не хватает волонтёрскому движению, в частности, отряду Сава? Ну, так как у нас находится всё на добровольных началах, у нас, да, всегда есть проблемы с транспортом, потому что ребята ездят на своих личных автомобилях, а, как правило, поиски у нас проходят в местности, которые труднопроходимы для легковых машин. И плюс бензин, бензин, который очень дорогостоящий, да, поэтому мы всегда и везде просим какой-то поддержки со стороны от людей, то, что нам нужно вот как-то вот решать вопрос машины. Также у нас вопрос со штабной машиной, где мы можем расположить штаб для эффективности проведения непосредственно уже поиска на местности. То есть координировать друг друга, да? Да. Связь как осуществляется, когда вот люди выходят на местность? Это рация, это телефоны как? Связь с теми, кто непосредственно находится на поиске. На местности, да, на поиске. Это радиосвязь и, ну, также GSM, но в основном, то есть когда мы проводим поисковые работы, это все-таки радиосвязь. Мы устанавливаем мачты и общаемся по рациям, по частотам, по определенным. Инна, ну, я так поняла, что бензин за свой счет, машины за свой счет. Все за свой счет. И связь тоже за свой счет. Все за свой счет. И как обещало правительство региона оказать какую-то помощь? На чем успокоились вы? Они, то есть я говорю, как и конкретных итогов подведено не было, но был разговор о том, что нам обещали помочь с транспортом и с топливом. Также обещали попробовать решить проблемы с оборудованием. Оборудованием, которое необходимо для тоже поисковых работ. Оборудование какое нужно? У нас очень большой перечень оборудований. У нас есть вещи, которые являются какими-то расходниками, что-то типа батареек, то есть которые используются в очень большом количестве. А, да, батареек, да, очень важно. Вот, фонари, потому что в основном у нас все-таки поиски проходят ночью, и в связи с этим нужны мощные, хорошие фонари. А также ни один поиск не может обойтись без навигатора, что очень является дорогостоящей техникой, но очень необходимой. Вот, и остальное, то есть можно очень в большом количестве перечислять. У нас на сайте есть перечень того, что необходимы отряды, в чем мы нуждаемся. А вообще так люди помогают, жители региона, кто по силу каких-то причин не может, сами не могут выходить на поиск людей? Есть помощь? Откликаются люди? Да, очень часто и очень много на самом деле просто жителей города помогают. То есть у нас очень много проблем каких-либо решается с помощью просто граждан города. Вот распечатки ориентировок, это привезти скотч на место расклейки к штабу. Бывает, привозят батарейки. И самый основной, конечно, ресурс, основной ваш вопрос, который нам требуется, это непосредственно люди, это человеческие ресурсы. Это люди. Но об этом мы еще поговорим. Начали с волонтерского движения. Движение, Элеонора, я вам как специалисту. Помощь общественных организаций, людей, которые непосредственно выходят на место в лес или в поле, она необходима сейчас? Вот как вот? Ведь сравнительно недавно началась эта волонтерская работа. Ну, знаете, эта помощь, она просто необходима реально. Потому что своим личным составом, силами полиции только справиться невозможно. Я вот так вот слушаю, ребята, я представляю, как сотрудники полиции, да, у которых и вот так вот выше крыши обязанностей и забот, они покинут свои места или перестанут заниматься оперативной работой и пойдут в лес. Да ведь то же самое. Да, конечно, это невозможно практически сделать, потому что существуют другие преступления, которые нужно реально раскрывать. Но и в последнее время очень остро стоит проблема, и очень актуально, это именно проблема розыска людей. Допустим, несовершеннолетние. Здесь вопрос вообще не обсуждается. То есть сразу искать надо моментально? Да. Чем раньше начинаются поиски, тем больше шансов на положительный результат. В осенне-весенне-летний период это проблема грибники-ягодники. Это постоянно. Хотя сколько раз предупреждаем, да, народ, и все равно. Бесполезно. Бесполезно. Берите там телефоны, далеко не уходите, говорите всем, куда вы пошли. Ну, просто элементарное правило, да, как пользоваться детям спичками. Все равно. Поисков становится меньше только в случае того, если грибов становится меньше. И поэтому именно в этих поисках, именно лесных, помощь волонтеров, она просто бесценна. Потому что привлекается там, ну, если это отдаленные районы, это местные населения, там администрации поселковые собираются. Ну, как правило, это пожилые люди в деревнях, им сложно это ходить. Охотники, рыболовы, МЧС привлекается. Если есть возможность, воинские части, то силы поднимаются, ресурсы очень огромные. И поэтому, чем больше людей, тем больше шанс найти человека живым, как можно раньше. Елеонора, как вам поступают сообщения, от кого поступают сообщения о пропаже человека? Как правило это происходит? Ну, как правило, заявления нам поступают от родственников, от близких, от соседей, это в полицию. Это именно по фактам ухода людей из дома. По пропаже людей в лесу, чаще всего это звонки из ЕДДС, сообщения к нам приходят. Либо бывает так, что и сами заблудившиеся люди звонят, у кого есть присядь телефон, и говорят, что я заблудился, не могу выйти. Как правило, не могу сказать ориентиры, где они находятся. Или около какой-то там деревни, да, говорят? Да, то есть весьма приблизительно. А в каком направлении от этой деревни, никто объяснить не может. Поэтому сейчас мы, конечно, очень приветствуем о том, что рассмотрен в правительстве все-таки законопроект о возможности отслеживания телефонов. Прежде всего, по детям, конечно. Мы думаем, что, наверное, все-таки внесут поправки, и будем это использовать и при поиске людей в лесу. Потому что мы не можем нарушать конституционные права граждан самовольно. Поэтому все это достаточно сложно. Ребят, вам, вот, Герман, как вам поступает информация? Вот полиция получает информацию, да, вот отдел по розыску людей, вот Элеонора получает информацию от районных отделов полиции, да, куда идут люди? Да. Как правило, да? Как вы получаете эту информацию? Какая связь с полицией существует у вас, у волонтеров? У волонтеров, у нашего отряда, в частности, СОВА, есть соглашения со структурами, в том числе МЧС, полиция. И со своей стороны полиция при таком обращении граждан о том, что потерялся родственник, либо сам человек находится в лесу, полиция также сообщает нам сразу эту информацию, сообщает все известные данные, которые у них есть. И мы также привлекаемся к работе и начинаем совместно действовать. Вы привлекаетесь к работе как? То есть начинается обзвон? Начинается сбор информации. Сбор информации, да, вот это, сбор информации, и потом вы уже кидаете клич на сбор. У нас очень разделены вообще, то есть, ну, работа, у нас достаточно большой процесс, то есть у нас поступает заявка на горячую линию, с горячей линией передается в работы инфоргов, инфорги выполняют свою работу по прозвону. Сначала, то есть мы собираем полную информацию абсолютно обо всем, что нам нужно, после этого параллельно инфорги начинают работать по обзвонам больницы, распространению информации, назначается координатор, координатор набирает старших групп, назначает сбор, делает выезд, мы выезжаем, ставим штаб, выходим в лес. Ничего себе, это такое нагромождение. То есть там процесс идет, то есть не просто мы встали и пошли, а действительно есть, ну, это очень большой процесс. Ну, наверное, без этого, уважаемые друзья, никак, да, без такой четкой организации, да, каждый должен знать свое место в этой работе. Да, ведь здесь, Элеонора, я правильно думаю, что здесь еще важно не навредить? Абсолютно. У нас, за что мы очень ценим и любим наш ВПСО «Сова», за то, что ребята никогда не делают ничего лишнего. Во-первых, у нас, конечно, есть алгоритм взаимодействия разработанных. У нас разработаны были, и мы обменялись методическими рекомендациями по действиям как волонтеров, так и сотрудников полиции при организации поисков. Потому что тайна личной жизни есть тайна личной жизни. То есть ни публикации, ни каких фотографий без согласия родственников, это просто невозможно. И потом, не всегда же бывает так, что люди сразу обращаются в полицию. Зачастую звонят непосредственно волонтерам, просим разыскать, на что наши волонтеры, уважаемые, всегда отзваниваются. И сообщают вам, да, что у них такая информация есть. Они направляют, сразу говорят родственникам, обращайтесь в полицию, как только будет официальное заявление, мы начинаем поиски. Естественно, либо звонят нам, мы знаем, что человек пришел в конкретный отдел, мы знаем, ребята, не будем ждать, начинайте поиски. Кстати, Леонора, тут важный вопрос. Поиск начинается как есть официальное заявление? Да, с этого момента. От родственников, да? От кого официальное заявление может исходить? Вообще, заявлением обратиться может абсолютно любой человек. Может знакомый, может сосед, да? Может, но здесь нужно учитывать несколько факторов, соответственно, потому что, если это родственник, это родственник, это понятно. Может быть, человек одинокий проживает, и кроме как соседям о нем побеспокоиться некому. Естественно, заявление мы примем, но есть один маленький нюанс. Заявление мы обязаны принять все, мы их принимаем. Но бывает так, что человек живет один, куда-то решил съездить, уехать, соседи забеспокоились, а с соседями у него не очень сложились отношения. Может такое быть? Может. Тогда просто мы находим этого человека, и он говорит, я жив-здоров, но прошу о моем местонахождении данному конкретному гражданину ничего не сообщать. И мы не будем заводить разыскное дело, и не будем сообщать этому заявителю о его местонахождении. Но, тем не менее, этого человека вы находите? Человека мы находим, мы обязаны его найти, установить местонахождение. Кстати, кого вы привлекаете? Кого привлекает полиция при нахождении человека? Ведь это тоже порой детективная история. Ну, знаете, здесь привлекаются все. Во-первых, начинается все, естественно, с родственников. Чем больше информации мы получаем от родственников, тем больше шансов на успех. Но бывает зачастую, что так сложились отношения, что люди практически ничего не знают о своих близких. Поэтому уже начинается общественность, волонтерские организации. Если, ну это я говорю по факту, если человек просто пропал, не в лесу, не где-то там, не на водоеме. Просто вышел из дома, как часто бывает. Да. Вот информация, вот мы ищем уже 20 лет программа наша, да, сообщает. Ушел из дома и не вернулся. Где искать, непонятно. Абсолютно. Поэтому, прежде всего, характеристика человека нас интересует. Потому что, ну, по статистике, большая часть людей, заявления о ростах, которых нам поступают, это лица, так называемой, группы риска. То есть это либо люди пожилого возраста, либо это люди, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спектрными напитками. Ну, разные бывают случаи. И в большинстве своем родственники, ну, стыдятся выносить ссоры из избы, вот, и зачастую утаивают какую-то информацию, что для нас очень важно, потому что какой смысл искать человека, допустим, на железнодорожном транспорте, смог ли он уехать куда-то или нет, если мы знаем, что у него больное сердце, и он мог попасть в больницу. Либо он злоупотребляет спиртными напитками, может просто, ну, где-то отдыхать с кем-то, встречаться с друзьями своими. Вот, и когда вот потом уже находишься, ну, мы же просили вас, мы проделываем массу ненужной работы, это отнимает время. И поэтому мы всегда призываем родственников, что не надо утаивать, нам, как врачам, либо все, либо ничего. Иначе какой смысл обращаться в коллектив? Естественно. Ну, знаете, очень часто бывает, что люди, вот мы говорим, что сухие, бездушные, ничего не знают о родственниках, да, не обращают на них внимания. А бывает, например, чрезмерное такое внимание. Знаете, львиную долю времени отнимают звонки с заявлением, я хочу, у меня пропала жена, 3 часа назад ушла в магазин. То есть, понимаете, мы обязаны по закону выехать. И бывает, что такие случаи, что приезжаем на место, а жена возвращается из магазина. То есть, не надо тоже и переусердствовать. Это, вы знаете, я вас перебью. У меня был такой случай, мы выехали со спасателями на закрытую дверь, там, потому что позвонила соседка, и сказала, все, караул, соседка, ей может быть плохо с сердцем, она не откликается, уже 2 часа она не отвечает на телефонные звонки. Приехала бригада аварийно-спасательной службы, взломали дверь, такая мощная дверь. И вот как только эту дверь снесли, появляется женщина с авоськой и с хлебушком. Она говорит, а что здесь происходит? Говорит, нифига себе, сходила в магазин. Она просто вышла в магазин, потом она зашла в другой, ну, 2 часа женщины не было. Соседи забили тревогу. Та же самая вот история. И вот тогда, потом, они когда дверь вставляли обратно, извинялись перед этой женщиной. Ну, бывает всякое. Разное, ну, конечно, лучше проявить, конечно, заботу и внимание, нежели потом сожалеть о том, что вы ничего не предприняли. Единственное, что мы сразу говорим, что касается розыска детей. Вот здесь тянуть нельзя. То есть, чем раньше, тем лучше. Чем раньше обратишься, тем лучше. Потому что, как правило, родители тоже бывают думают, ну, заигрался ребенок, ну, где-то попозже придет. И обращаются в полицию сейчас два ночи. Что мы можем сделать сейчас два ночи? То есть, одноклассников мы не опросим, правильно? Учителей мы не опросим. Друзей мы не... Это значит, кого-то будить. Конечно, это ночное время суток. Поэтому, если ребенок не выходит на связь, то нужно, естественно, бить тревогу. Но, опять-таки, конечно, если совсем маленький ребенок, то лучше, наверное, все-таки сопровождать его где-то и как. Ну, потому что вопрос розыска детей, он стоит очень острый, он стоит на особом контроле в Министерстве внутренних дел России. То есть, сводка ежедневно уходит в Москву, и за каждого ребенка пропавшего мы держим ответ. А потом дети легче всего, наверное, могут быть жертвами преступного посягательства, как часто это бывает. Хотя бывает, опять-таки, по-разному, но лучше пусть в лучшую сторону ошибаются родители. Конечно, конечно. Как я помню, мы искали много лет уже назад, наверное, лет 15 назад, к нам обратились обезумевшие буквально родители, они искали свою дочь, первый или второй класс. Она уйти никуда не могла, вот у нее есть маршрут, школа, дом и больше ничего. Оказывается, девочку нашли в Москве. Девочка была недовольна тем, что родители заставляли ее учиться, и требования к этой учебе были очень серьезные, и она устала, и больше некуда было бежать. Как бежать в Москву, ехать к тете, вот там живут добрые люди. Такие случаи тоже бывали. Бывали. Сейчас, к счастью, их стало гораздо меньше, естественно. Но здесь уже хочется просто обратиться к жителям области, потому что ребенок маленький, вот семи, восьми, ну, скажем так, малолетний, до 14 лет, если он один, если он куда-то едет, вот здесь нужно проявлять больше бдительности. Почему он один? А у нас есть добрые водители, они подвезут по трассе до большого города, они и денег на билет дадут, а что с этим станет ребенком впоследствии, их это как-то вопрос не смущает. Кстати, у вас есть взаимосвязь с другими регионами страны, если случится что? Конечно, мы очень тесно взаимодействуем с другими регионами, но, во-первых, у нас все несовершеннолетние дети в розыск федеральный объявляются незамедлительно. То есть в течение трех суток уже вся страна знает о том, что в таком-то регионе пропал ребенок. То есть мы направляем сразу телеграммы по всем субъектам с просьбой проверить, обратить внимание, ну, вот места, где они могут находиться, либо если есть конкретная информация, что ребенок направился туда-то. Вот, и поэтому сигналы проходят сразу. Ребята, вы кого, как правило, ищете, вот, волонтера, к поиску каких людей, какого возраста, каких жизненных ситуаций подключаетесь чаще всего? Как всем. Все. Ну, то есть... Мы не выбираем, а нас все. То есть приходится искать и детей, и подростков, и как и стариков, да? И бабушек, и дедушек, и молодых людей, и среднего возраста, абсолютно всех. Если у нас есть заявка, мы также... То есть у нас есть разница между поисково-спасательными работами на местности и инфоработой. Мы разделяем так, но если у нас есть заявка, мы работаем с любой заявкой. Какая работа приносит больше результаты, информационная, либо непосредственная работа в лесу, работа на поле? Работа в лесу, но по причине того, что этого больше. Не потому, что она больше несет результата, а просто больше лесных поисков, больше, соответственно, результативности. — Результативности, да. Но инфо у нас, инфорги работают также очень хорошо. То есть у нас очень много поисков закрыты непосредственно благодаря инфоподдержке. То есть того, как сработали инфорги, то есть так же человек ушел, вроде как бы неизвестно никуда и что, и именно в связи с совместной работой поисковиков на местности инфоргов, благодаря распространению, человек найден в Москве. — И в том числе по взаимодействиям с соседними регионами. — С соседними регионами. — Вот тоже бывает такое, да, вот как мы говорили, что просто человек уехал, да, по каким-то своим личным мотивам, да, и резонам, да? — Да. — Как вы обучаете людей? Кстати, сколько сейчас человек в сове? — У нас нет постоянного количества, да, чтобы сказать, то есть у нас, мы же не принимаем людей на работу. — Ну, или, в общем, как отряд, да, или списочный состав. — Да, у нас есть костяк людей, которые насчитывают порядка 30-40 человек. — Это костяк, который постоянно уже, да? — Сколько лет вы так уже этим занимаетесь? — Семь лет было в октябре. — Семь лет, да? И вот это 30 человек — это костяк, который из года в год переходит? Либо каждый год свой костяк? — Нет. Есть порядка 15 человек тех, кто на протяжении семи лет постоянно этим занимается. А общий костяк, то есть он меняется. То есть это люди, которые вот на данный момент постоянно занимаются какими-то поисковыми мероприятиями. То есть помимо, если у нас нет поисков, это не значит, что мы ничего не делаем, мы же. То есть у нас зимой поисков меньше, но мы занимаемся обучением. — Зимой меньше пропадает людей, Венера? Или как? — Нет. — Это то, что касается лесных поисков. — Если прошли ягоды и грибы, значит, можно в лесу не ходить. Лыжников ищите как можно лучше. — Ну вот последний случай был. 31 декабря в Новый год волонтеры искали человека в лесу. — Трое суток. Новый год мы встретили в лесу. — В лесу? — Да. — Кого искали? — В Калязинском районе пропал молодой человек с диагнозом психического заболевания. У него развитие на четырехлетнего ребенка. Он ушел за елкой в лес. — За елкой? — Да. Трое суток мы его искали. С 31-го числа нашли мы его 2-го числа, к сожалению, погибшего. — Погибшего? Замерз? — Замерз. Но там получился вот как раз-таки момент о том, что не надо медленно. Потому что он ушел 30-го числа, а заявка к нам и в структуру поступила 31-го. — Калязинский район-то далеко? Существуют в каждом районе свои волонтеры? Или как или вы выезжаете? Костяк. — В поиске в Калязинском районе приняли участие волонтеры Скашина, Калязина, Твери, Бежицка, Ржева, Конаково, Переславля, Ярославля, Рыбинска, Москвы, Костромы, Дмитрова и... — Сколько человек сразу? Какой-то идете, вот как показывают, да, ищете гребенка, вот такой вот, да, как вы ищете, как этому учитесь? — Есть алгоритмы поиска методики, которые разрабатываются из года в год волонтерами, которые... У нас проходит различное обучение, обучение на старших поисковых групп, на координаторов, на поисково-спасательные работы, картографии, связисты, то есть там очень большой перечень людей. — Что такое учит? — Инна Ивановна у нас ответственная за обучение. — Да, я отвечаю в отряде за обучение поисковых групп. — Вы где учились? — Мы, смотрите, у нас есть много волонтерских отрядов по стране, есть различные центры, и, как правило, все это происходит на опыте, то есть в любом случае практика идет с поисков. — Также мы, то есть на данный момент у нас за последние только два месяца было проведено много обучения в Москве совместных с поисковым отрядом «Риза Алерт», с Центром поиска пропавших людей, и, то есть вместе как бы там по опыту и всему прочему, разрабатываем какие-то методики, и из них уже проходит обучение непосредственно на месте. — То есть непосредственно в сове отвечаю за обучение я, и либо я их провожу, либо организовываю мероприятия в Москве. — А привлекаете специалистов, связистов, допустим, которые... — У нас были также обучения, например, в том году совместно с университетом МВД, нас обучали сотрудники, было обучение совместно с АСС, нас также обучали сотрудники, и в этом году планируется, не могу сказать, когда это, в планах пока, в мыслях провести совместное обучение с МЧС, непосредственно обучение мы их, а не нас. То есть кто что как может. — Делиться опытом. — Делиться опытом. — А с нашим уголовным русским региональным вы как сотрудничаете? На советы или тоже какой-то типа учебы? — У нас может быть такое, то есть, и было не один раз, я могу прямо позвонить и рассказать, потому что у меня в таком-то районе такая ситуация. Как быть лучше? Никогда не было того, чтобы не отказали. То есть всегда подсказать, рассказать, посоветоваться. То есть у нас уже больше идут... У нас есть официальное соглашение, но по факту у нас уже больше какие-то личные дружеские отношения. — Мы можем звонить, спрашивать. — То есть наши сотрудники уголовного РОС, которые непосредственно отвечают за эту линию в других районах, каждый из своего, Канакова, Вышневолочок, допустим, они звонят напрямую координаторам, говорят, ребята, нужна ваша помощь. — Да, уже такие горячие линии, а мы просто на личном созваниваемся. — Вот вы говорили сейчас, что этот Новый год вы встретили в лесу непосредственно, но это, наверное, идет в ущерб, я понимаю, волонтерская работа, но это ущерб и семейным отношениям, и работе. — Кто у вас вот входит в тот же самый костяк, что за люди приходят? Они учатся, работают? Совмещение? — Конечно. То есть все люди в любом случае расставляют для себя приоритеты, то есть это семья, работа, и люди, которые приходят к нам в отряд волонтерский, они понимают, что это волонтерское движение. И здесь они принимают участие по своим возможностям. То есть если у них в данный момент есть возможность выехать на поиск, естественно, они принимают участие. Если у них или себя они понимают, что для них это будет критично, у них нет сейчас этой возможности, они не поедут, но они смогут принять участие в любом случае удаленно. Они могут помочь инфоподдержке, прозвонам, они могут помочь распространению ориентировок в социальных сетях. То есть практически каждый волонтер нашего отряда не остается безучастным, даже если он не принимает непосредственное участие в самом поиске. Волонтер, ведь это же по велению сердца, да, это желание, исключительно желание помочь. Человек уделяет свое самое драгоценное, что есть в жизни, это время, свое время, да, своей жизни. Это без какой-либо материальной поддержки, да, это исключительно движение души. Да. Как к вам обратиться, кто вам нужен сейчас, вот вы сказали, самое ценное, это люди? Нам нужны все. Нам нужны все, если вам есть 18 лет, то у нас есть множество направлений в отряде, которые мы сейчас развиваем, будем развивать дальше, добавлять направления. И от 18 и дальше мы готовы принимать всех, мы готовы обучать, мы готовы рассказывать, и нам нужны все. Нет такого человека, который не найдет себе применения в отряде. То есть даже если ты не можешь выезжать в лес, ты можешь быть регистратором. Если ты не можешь выезжать в принципе, ты можешь быть инфоргом. И работы очень много и круглогодично, и круглосуточно. То есть нам всегда нужны люди. Не бывает такого, чтобы люди были не нужны. Ирина, вот я слушаю Инну, у меня такое впечатление, что пропадают круглый год, каждый день по очень много людей, и все. И разделилась наша область на такие два мира. Те, которые пропали, те, которые ищут, и те, кто еще не попал. Не пропали, три таких уровня. Сколько, как по статистике, сколько человек вот так вот пропадает в нашем регионе ежегодно? Ну, Ирина, сказать конкретно, сколько пропадает, ну, это практически невозможно. Я могу сказать, что сколько поступает заявлений о поиске людей, это одно. И могу, ну, сказать, сколько остается, допустим, ненайденными. Понимаете, потому что ситуация, заявление по факту розыска не есть заявление по факту безвестного исчезновения. Правильно? Ну, как вот мы говорили перед этим, человек может быть где угодно. Да, нет, просто, ну, еще если поднять старые, допустим, документы нормативные наши, там было четко дано определение и понятие лица пропавшего без вести. То есть без вести пропавшим считалось лицо исчезнувшим внезапно, без каких-либо к тому оснований. То есть, грубо говоря, пошел человек за хлебушком в магазин и не вернулся. И пропал. Все. Это без вести пропавшим? Да, это был без вести пропавшим. И как долго этого человека нет, это зависит или как? Нет, конечно, не зависит, не существует, я предвижу, наверное, ваш вопрос уже следующий, не существует пресловутого правила трех суток. Трех суток, потому что раньше, раньше к нам... Часто мы с этим сталкиваемся. Да, 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 вот я помню, что раньше, когда у меня программа патрульная служба начиналась, 20 лет назад ко мне приходило очень много родственников, которые говорили, можно через вашу программу, потому что полиция говорит, милиция тогда еще, милиция говорит, вы ждете три дня, а потом можете уже писать нам заявление. Такого нет. Нет, это расхожее мнение, и достаточно часто оно афишируется и пропагандируется в художественных фильмах, на телеканалах, постоянно. И вот сидим даже в кругу семьи, говорят, господи, сколько же можно? Ну нет такого. Вы можете обратиться через два часа, через час, через несколько суток. Ну, чем быстрее, естественно, тем лучше. Но, конечно, призываем для того, чтобы не создавать лишний ажиотаж вокруг такого, ну, для начала хотя бы поговорите с друзьями, со знакомыми, с соседями, и хотя бы обзвоните людей, которые вам известны из связей пропавшего. Может быть, где-то у знакомых. Да, опять-таки, чтобы уменьшить вал таких вот заявлений, что переживания, которые вызывают очень много людей, у нас в Твери с 2004 года существует бюро регистрации несчастных случаев. Оно работает в круглосуточном режиме. И туда поступает информация из подстанции скорой помощи, из больницы имени Литвинова. Опять же, есть свои базы наши, которые мы пользуемся в поисках. И первоначальную информацию можно иногда получить и там. Зачастую люди звонят, а родственник или сосед находится в больнице. Или, допустим, задержан. Не надо обзванивать самому в больнице, морге, как это тоже принято, это уже такой вот набор хронический. То есть, достаточно позвонить в бюро регистрации несчастных случаев. Да, конечно, могут случаться иногда и накладки. Все-таки все зависит от личности исполнителя, того же сотрудника подстанции скорой помощи. Сочет он, нужно позвонить в Барнесс, что поступило неизвестно, либо такое-то с улицы доставлено, либо не сочет. Но тогда сотрудники Барнесса обзванивают сами подстанцию скорой помощи. Не поступал ли, не доставлялся ли. И держат обратную связь с лицом, которое позвонило. Хорошо, давайте вернемся к вопросу по поводу заявлений. Сколько поступило заявлений? И каков результат? Вот в среднем, вот какая, можно говорить о результативности. Сколько живыми найдено, сколько, к сожалению, уже погибших? Я не буду называть конкретные цифры, скажем, процентном соотношении. То есть за 2018 год к нам поступило, ну, порядка тысячи обращений граждан о розыске лиц. Причем эта цифра, я скажу, она не меняется, ну, лет 20 точно. То есть она варьируется плюс-минус, там, 50 заявлений, 100. То есть суть осталась прежней. Ничего не меняется. Ну, по статистике 80-90% людей находятся. Находятся? Находятся. В том числе и с помощью той же совы, да, ребят? Здесь, знаете, и сова, и другие структуры. А некоторые сами приходят, да? Очень много, конечно, они возвращаются. Ну, бывает, человек отдохнул, лишний денек захватил. Если брать по статистике, так, опять же, то это 25-30% женщины. Женщины, остальное это мужчины. Мужчины. Да. Но если говорить по поводу нахождения лиц, то, к сожалению, погибает, ну, 7-8% от общего числа заявлений. От этого заявления. От практически тысячи человек. Да, 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 от этого количества общего. И сразу предвидя вопрос тоже, и один только в среднем процент из них становится жертвой преступления. Только один процент? А погибают вот именно это несчастные случаи, или как в этом случае, как вот это было от ребят, выезжали в новогоднюю? Да, по большей части это либо лица уже преклонного возраста, либо лица, страдающие от каких-то хроническими заболеваниями, либо люди психически нездоровые. Это львиная доля. Нет, ну, бывает, конечно, и суициды, много жизненных ситуаций, которые люди могут не выдержать. Но так, что конкретно пропал человек, его убили, и все, и это поголовно, такого, конечно, нет. Нет, кстати, у вас есть существует какая-то, ну, такая вот интуиция, возможно, я не знаю, когда вы получаете информацию, и по этой информации вы можете, ну, скажем так, предугадать, или как-то прочувствовать, живой человек или нет, да? Конечно, конечно. Существует такое, да? Да, есть просто за счет опыта столько лет, когда ты читаешь какие-то вводные обстоятельства, как пропал человек, что он из себя представляет, а мы собираем информацию очень объемную, но становится зачастую ясно, что человек гуляет, человек, человеку стало плохо, человеку все надоело или что-то все-таки случилось. И, как правило, вы уже ищете, предвидя результат, можно такое говорить. Ищем мы всегда живых. Всегда живых, но лучше... До последнего мы будем искать живого человека. Вы знаете, как я все время говорю родственникам, которые ко мне вот обращаются, я всегда говорю только одно, что нужно верить лучше и не оплакивать заранее, как часто бывает, потому что люди обращаются в истерике. До последнего мы ищем живых людей. Как вы общаетесь с родственниками, с близкими людьми? Это же тоже нагрузка на психику тех, кто ищет. Я на себе это испытала, во всяком случае. Как вы работаете? Есть психологи в вашем волонтерском движении? Или интуитивно это все происходит? У нас нет психологов. Мы думаем о том, чтобы сделать направление психологов, именно даже для самих волонтеров, потому что это действительно морально очень тяжело. Но так, ну это как врачи, а ты учишься проагироваться. Здесь очень узкая специализация, очень узкая, и нам в любом случае нужно привлекать со стороны профессионалов в этом плане, потому что, наверное, никто из нас завтра не обучится этому. Это нужно привлекать людей. Вы много лет и проходите специальное обучение, профессиональное. Когда происходит какая-либо трагедия на транспорте, я вспоминаю Невский экспресс, когда потребовалась помощь профессиональных психологов, потому что это горе всегда, если мало ли что с родным человеком случается. Леонор, а у вас вообще частые контакты с людьми происходят? Вот по работе, с родственниками? Вот как и в таких ситуациях, когда приходится, возможно, успокаивать? Или чем вы обадриваете? Вы знаете, очень часто, особенно если поиски человека затягиваются, у нас большая часть, как правило, находится в течение 10 суток, плюс-минус. И остаются неразысканными люди, которые месяц, два, три уже. Опять зависит все от человека, конечно. Когда приходишь в семью, есть люди, которые реально обеспокоены, и они уже настроены заранее на самое худшее. Но нам же нужно получить от них как можно больше информации. И поэтому стараешься разговорить с человека, эту информацию получить, приободрить. Знаете, больше своей части, наверное, люди, они все-таки успокаиваются, они приободриваются, и начинают уже больше верить в то, что есть шанс. Самое сложное, конечно, это прийти и сказать человеку, что его родственник нет живых. Это самое сложное, действительно. И за все эти годы к этому так и не привыкли мы. Кстати, я помню, что лет 20 назад, когда я начинала программу делать, обращались, вот были случаи, когда находили труп того или иного человека в одном районе, в это время в другом районе искали пропавшего человека, и это оказывался именно вот этот. Но не было единой базы тогда вот еще. Вот не было вот того информационного звена, о котором Ильна сегодня говорила, который есть сейчас в Сове, и у вас наверняка есть. Вы сейчас этим все это аккумулируется. Да, я так поняла. Да, конечно. У нас есть своя, ну, скажем так, она региональная база. Хотелось бы нам, чтобы она стала всероссийской. И в перспективе это, конечно, есть. То есть пока еще всероссийская нет. Всероссийская база есть, скажем так, мы можем разыскать человека, если он привлечен к уголовной ответственности, да, где-то на территории России, опять же, где-то. Это оперативно разысканное. Да, это чисто разысканные мероприятия. А вот так, чтобы, грубо говоря, забил приметы, рост, вес, одежда, и тебе по всей России пришло, что вот такой был, этого, конечно, к сожалению, нет. Это как я все время с умилением смотрю небезызвестные сериалы, когда очень просто найти человека или по слюне, или по волоску, и сразу портрет, да, и чего нам еще искать. Очень много что у нас рассказывают в сериалах, а мы потом очень долго доказываем родственникам, которые подают заявление, что это фильм, и что не надо верить во все, что говорят по телевизору. Фантастика. Кстати, Инна, вот ваш мотив, ваш душевный порыв прийти в волонтерскую организацию, каков был? Я в нее не пришла, я один из основателей, то есть мы, со мной несколько человек, мы создавали отряд, а началось это все с поиска Сережи Голосова. Это какой год? Одиннадцатый год, да, был? Да. Помню, мы тоже искали, делали серию программ, именно это стало толчком. Ну, мы начали его искать, но мы пришли, то есть там девочки, мальчики, никто не знал никак, что делать, мы просто хотели помочь. Дальше, пока мы искали Сережу, так получилось, что к нам начали обращаться люди под другим поиском, и было принято решение, почему бы не создать такое волонтерское движение, непосредственно направленное на эту деятельность, потому что оно действительно необходимо. И вот так вот мы решили создать отряд, который в дальнейшем назвали совой. А почему совой? Потому. Просто сова. Просто, да. Просто птица, которая хорошо видит ночью. Ну, в итоге, да, мы сошлись к тому, что это ночная птица, мы в основном ищем ночью, поэтому вот так приписали. А вообще, просто мы сидели, думали, и понравилось название совы, и назвали сова. А теперь, кажется, это само собой разумеюще. А теперь, да, это кажется, что... Кстати, ночью вы ищете в основном, потому что днем работают и учатся в основном, да, Потому что у нас люди в основном очухиваются ближе к ночи. А ночью, ну ведь это же сложнее искать. Вот именно разговор, когда у нас был о батарейках, о тех же самых фонарях, это же ведь сложно. Смотря какие обстоятельства брать, вот опять же, иногда ночь играет большую роль. Ночь тихо, ну если это брать лес, то... Тихо. Ночью тихо, и мы можем... Птицы не поют. Совы не кричат. А, ну нет, совы ночные. Да. Мы можем работать на отклик. Намного эффективнее ночью, потому что тихо. А вообще отклик срабатывает, да, эта тактика? Если человек жив и в сознании. Это основное. Если человек пропал, то если с ним все хорошо, то его находят в первые двое суток, в 90% случаев, живым на отклик. А собаки, вот которые могут искать по запаху, это используется у вас или это уже работа профессионалов? Это кинологи. Это кинологи, да? Но кинологи привлекаются в МЧС, наверное, да? И наши тоже, да? Процесс, и кинологи. Когда ищите? Ну да, они привлекаются, но это именно, то есть, ну, не к нам. То есть, мы... То есть, это может... У нас есть ребята, которые волонтерами приезжают, но они приезжают волонтерами, сами будучи кинологами. Как бы, то есть, при службе, но в свои выходные могут приезжать волонтерами. То есть, специалисты уже готовые, которые в свободное от работы время присоединяются к вам, к поиску. Да. Вот вы сказали, что вы создавали, когда вы решили создать этот... Наверняка было такое время, когда вы, мягко говоря, путались под ногами у профессионалов, да? Слышали в свой адрес, да? Конечно. Когда еще ничего не умели, не организовано так, что вот эти у нас информацию, эти ищи, координации не было. Не то, что... Там даже было не в этом. Так как это было новое движение, а учитывая, что поисковому движению в России всего 8 лет, а нашему отряду 7, то есть, мы один из таких, из первоначинающих отрядов, было сложно объяснить, что нас не надо бояться, что мы не хотим мешать, мы не хотим навредить. И... Ну, то есть, это, естественно, было... Не все понимали, то есть, ни сотрудники не понимали, кто мы такие, откуда мы взялись, и зачем мы нужны. И мы не могли донести этого. Ну, я представляю, да? Это столько... Ну, пусть даже 10 человек вышло. А где гарантия, что потом их не надо искать? Что к одному пропавшему присоединятся еще 10, и будем всем хором искать этих... Нет, на самом деле, мы как-то очень быстро начали общаться тогда, сотрудничать. Просто получилось так, что мы должны были объяснить ребятам, что они не имеют права самостоятельно начинать поиски, просто, ну, мало ли, кто кого и зачем ищет. У них-то сердца добрые. А вообще-то да. А может быть, это какая-то криминальная история. Все может быть. И поэтому тогда, вот мы сразу, помню, встретились, ребята пришли к нам в управление, и говорят, давайте договариваться. То есть, сначала распределяться. Куда мы можем позвонить, вас позвать, что вы можете сделать, чем вы можете нам помочь. Поначалу мы так и работали, что, ну, ребята, нужно разместить ориентировки. И вот у нас все маршрутки, все столбы, помните, наверное, были развешаны. Народ в ужасе, люди пропадают. А это просто началась совместная работа. Потом просто человек находится, а ориентировки-то никто не снимает. То есть, какую-то часть снимают. А вот, кстати, вот это тоже. Кстати, убедительная просьба к жителям города. Если вы видите ориентировку, которая висит на пропавшего человека, и он уже найден, снимите, пожалуйста. У нас нет таких ресурсов, чтобы отправлять людей еще их снимать заново. А, кстати, как узнают, что найден человек, если у человека нет компьютера и нет доступа в интернет? Как узнать человек, что человек нашелся? Это же не... Это должен быть глашатый, как в былые времена, да, на площади стоять? У нас 21 век, и в основном все-таки все имеют интернет, и сарафанное радио никто не отменял. А распространение о том, что человек найден, мы тоже достаточно сильный информационный ресурс закладываем, чтобы распространить эту информацию. Но физически не готовы мы отправлять людей, которые всю ночь бегали по городу и занимались поиском непосредственно на местности, на следующий день заставить снимать столбу. Если мы видим, естественно, то есть если я сейчас пойду и буду видеть, я всегда подойду и сниму. Так, значит, первая просьба большая, убедительная просьба, если человек нашелся, если человек нашелся. Если не нашелся, не надо снимать. Не надо, да. Герман, ваша история прихода в САВО? Я какой-то период времени мониторил в соцсетях информацию о том, что пропадают люди. И это было начало сезона, начало лета. Эти ориентировки появлялись практически каждый день через день, то и по 7 выходных в день. И просто у меня появился интерес к этому, что это за движение вообще и так далее. Потом я увидел один из постов в сети ВКонтакте о том, что будет проходить обучение. И тут, в принципе, я для себя принял решение, что мне будет интересно как минимум для себя прийти на это обучение, посмотреть, что это, как это, для чего это, чем руководствуются люди и чему, в принципе, там учат. После обучения, собственно, получив там некий блок информации об этом, я для себя понял, что я, наверное, тоже могу внести свою лепту, посиленную, какие-то ресурсы, еще что-то для того, чтобы помочь этим ребятам. Вот, собственно, как-то вот прям вот познакомился в практике и сразу туда попал. И поняли, что это ваше, да, как бы. И сочетать удается вы работаете, да? Да, да, конечно. Работа, семья, да. Семья, все удается сочетать. И, но у вас как, я знаю, что у вас была проблема с работой, да? Да, мне по-прежнему. По-прежнему проблема осталась, да? Да. То есть ищете для себя, если что, подходящую работу, чтобы заниматься волонтерством? Ну, то есть у меня, да, у меня принципиально стоит вопрос с тем, что я ищу работу, в которой не будет графика плотного, потому что, ну, я не могу, я живу отрядом, и я не могу сделать так, чтобы я к нему не то, что меньше уделяла внимания, а мне хочется свободный график, ну, чтобы заниматься этим и сейчас. То есть, ну, я не считаю это самой основной в моем случае проблемой. То есть у меня на данный момент нет семьи, чтобы я переживала о том, что мне нечего детям кушать. То есть у Герман того же, другая ситуация, да, у него семья и двое детей, которых он должен кормить, которых он должен содержать. Это все, это все, да, балансирование на грани. Уважаемые друзья, у нас очень мало времени осталось в эфире. Ваши советы нашим телезрителям буквально по несколько слов. Давайте сразу пожелаем, чтобы не сталкивались с такой ситуацией, да, с такой вот крайней ситуацией, когда пропадет родной, близкий человек. Но если такое случилось, Илья Нур, куда обращаться, когда обращаться, еще раз подытожим. Ну, обращаться чем раньше, тем лучше. Обратиться вы можете в любой территориальный орган полиции по месту своего жительства, по месту жительства вашего родственника. Абсолютно все равно. Вас обязаны принять заявление, они у вас его примут. Если выяснится, что человек, ну, допустим, пропал на территории другого органа, обслуживающего либо другого региона, материал уйдет туда. Но искать его все равно будут. И в случае чего звонить в бюро? Значит, бюро регистрации несчастных случаев. Телефончик 32-95-18. 32-95-18. Запоминаем, уважаемые друзья. И от совы пожелания. От совы пожелания. Также не ждать обращаться сразу. Если вы обращаетесь не в полицию, а к нам, мы обязательно расскажем, что делать. Сайт поискотверь.ру, на котором вы можете оставить заявку. Или позвонить по горячим номерам, там, где указаны, на сайте также указаны номера. И я так поняла, что вы приглашаете к себе, неравнодушных жителей нашего региона. И неважно, где этот человек живет. Это может быть и область, это может быть областной центр. У нас есть филиалы в других городах в области. Поэтому в любом городе мы найдем человекоприменение. И искать по сайту, да, возможно? Сайта, контакт, в соцсетях во всех мы есть. И найти нас очень легко, на самом деле. То есть, в принципе, даже вбивая сова тверь, первые ссылки это будет наша группа. Спасибо вам, уважаемые друзья. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за вашу работу. Пусть все будет удачно, год будет хорошим, как можно меньше людей пропадают. Здоровья вам и счастья. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания.